Ну что, Давид, поздравляю. Ты включил свою фамилию в список тех ребят, которые в ближайшее время стартуют на чемпионате Европы в Бухаресте. Я слышал, что ты говорил, что даже в последнее время особо и не тренировался, да? Может, травмы какие-то были? Спасибо большое за поздравления. Ну, как в последнее время? После Рыгинского. Неделю, то, что дома был. Один день только в тренированную ногу, как реабилитацию. Потому что там чуть колено на соревнованиях ударил. И чтобы она зажила колено на неделю, как он покой ей дал. И, наверное, правильно сделал, потому что сейчас она нормально побороется, да? Ты уступал, ну, даже не в дебюте схватки, к середине первого периода ты уступался счетом 1-5. И, ну, многим показалось, что уже ты резервов не найдешь, потому что ты пытался, у тебя не проходило. А потом показалось, как будто это было частью твоего плана, да? Чтобы чуть-чуть запутать карты Магомеда Бергаджиева. Ты как-то включился и резво набрал 7 баллов и чуть было даже на тушение уложил. Такой план был на поединок? Нет, такой план, конечно, не был. 5 баллов отдавать, это рискованно очень. Просто вышел побороться, что-то сначала не получалось, не шло. 3-0, 3-1, затем 5-1 и, не знаю, как-то включился, я почувствовал то, что он сильно устал, сильнее, чем я. Запах крови, так сказать, и тогда уже включился, накат. Потом, когда он на туши держал, тоже услышал то, что 7 секунд осталось, понял то, что уже туши не получится. И решил еще один накат сделать. Кстати, в тот момент, когда счет был 1-5, не в твою пользу, и ты пытался всячески найти возможности для атак, а все шло против тебя, я еще сказал в комментарии, что у чемпиона мира еще есть карты в колоде, да, и он без боя не сдастся, и как вот в воду глядел, да? Да, без боя мы не сдаемся. Ну, выложился, нам вчера вечером, и мне, и ему только сказали, что сегодня уже будет схватка, я на четверг или пятницу рассчитывал тоже, думаю, в четверг, пятницу подведусь, подготовлюсь. Ну, вчера вечером нам сказали, и чуть-чуть это нас врасплох, так сказать, застало, но... Ну, в разных условиях были с ним. Давай вернемся вот... За сутки собрались и показали борьбу, оба устали очень. Ну, опять же, в разных условиях были, и кто выбрал эту игру. Схватка с Магомой Дибергаджиевым. Полторы минуты те самые первого периода позади, ты проигрываешь 1-5, и в голове какие мысли у тебя были в тот момент? Он устал, а я, естественно, вот таким. И чувствовал? Ну, да, человек же чувствует, когда борется, то, что... Может, это бывает самовнушение, может, правда, так много часов, то, что он сильнее меня устал, и то, что у меня есть еще ресурсы набрать баллы. Просто чувствуется обычно, что устал уже где-то к концу поединка, а впереди же было еще 4 с половиной минуты, и не было ли таких мыслей, что это он пытается тебя ввести в заблуждение таким образом, как вот у Мусукаева с Шамилем Мамедовым было на чемпионате мира? Ну, он... Не, такого не было, честно. Обычно, наоборот, как правило, борец старается показать то, что он не устал, что как-то чуть нагломит соперника. А когда борец показывает специально, что устал, это уже, наверное, в уровне хитрости борцовской. Ну и потом, во втором периоде, в принципе, уже ты, ну, не скажу, что был хозяином положения 7-5, все равно счет такой, как бы, довольно шаткий, но уж совсем другим уже ты выглядел во втором периоде. Может быть, сказалось то, что ты вот так вот переломил ситуацию, да, и еще 2 балла приплюсовал к своему счету. 9-5, может, да, итоговый счет? Да, 9-5. 7-5 было, я чувствовал то, что более твердо на ногах стою, чем он. Нужно было еще доработать. Так, на качественную атаку, как таковых тоже сил не было, и сделал контратаку неплохой, и 9-5, это как точка была, наверное. Так сильно хотел поехать на чемпионат Европы, или же просто в голове, помимо мысли о том, побеждать в любом поединке, не бывает ничего другого? Чемпионат Европы все-таки меня мотивировал. Давно не выезжал я за сборную. А ты, по-моему, на Европу... В последний раз я на Европе вообще никогда не был, на мире только боролся. Ну, на Европе только по молодежи, а по возрасту никогда не был. Ну, уже засиделся, я так сказать, и хотелось уже, вот шанс был, и нужно было подтвердить, доказать и поехать. Вообще, прикидка, это, если честно, это очень тяжело бывает. Чем-то куда тяжелее, чем соревнования. На соревнованиях ты какое-то удовольствие получаешь от них, какой-то кураж бывает, это, прикидка, здесь, по большей мере, бывает давление только. Давление и шанс, чувство шанса. Ну, у нас такого чувства прямо не было, потому что мы, и у меня, и у него абсолютно справедливая. Эта схватка была у нас одному и тому же проиграли на Эрегинском. Да, кстати, вы с Кадем Магомедовым оба встречались, оба ему проиграли, поэтому... И это справедливо было. Поэтому у нас, можно сказать, только давление было и чувство шанса равного. И тяжело было настроиться. Опять же, нам за день сказали, и как-то мобилизировали все силы, как могли, и такую схватку выбирали. В прямом эфире было много болельщиков из Северной Осетии. Они до схватки писали мотивирующие комментарии, после схватки очень обрадовались и поздравляли тебя. Были ли звонки тебе вчера или сегодня из Северной Осетии? Как-то настраивали, может, что-то памятное запомнилось, сказали? Мне писали сегодня, как только в интернет закинули. Сегодня ближе к обеду закинули в интернет, как новость. А я сам никому не говорил, я сейчас даже родителям, никому дома, близким, друзьям. Ты любишь лишнее внимание? Ну и так какое-то давление было. Я не стал личным давлением. И думал, даже в интернете уже не успеют закинуть. Но в итоге закинули. Так писали болельщики, несколько человек. Но я даже не отвечал. Я вот сейчас, пока сейчас поднимусь и отвечу. Я к чему говорю, просто недавно совсем во Владикавказе вручали премии от Александра Дзевова. И когда Махарбек Хадарцев сказал, что один человек, это очень мало, по итогам Ергинского, имеется в виду победитель. Но получалось, что до вот этой схватки фактически только Артур Найфонов забронировал себе место из Северной Осетии и Алании на чемпионат Европы в Бухарест. Но теперь еще и ты прибавился. То есть это еще двойной повод для радости. Да, конечно. Теперь мы вдвоем поедем, как в старые добрые времена. Вдвоем на международный турнир. На родную республику отдуваться. Да, и в пользу случаем хочу выразить благодарность Александру Михайловичу. Это очень ценно, я сейчас. То есть это было с какой-то стороны неожиданно для нас. После Ергинского приехали и нас так вознаградили, поощрили. Это очень ценно, это большую мотивацию дает, это вдохновляет. Спасибо Хаджумрату Гацалову. Это тоже по его инициативе было. За его заинтересованность в том, чтобы борьба в нашей республике не шла на спад. Александр Михайлович, Хаджумрат Гацалову и другие тренера способствуют, этого хотят. Но последний наш результат неудачный был, так сказать. Одно золото для Осетии это не очень хороший, конечно, результат. Но сейчас на СКФО был неплохой результат. Постараемся, чтобы последний год, чтобы это был так, не знаю, не совсем удачный год, но чтобы это не было закономерностью. Потому что борьба в нашей республике это особенный вид спорта. И будем стараться своей борьбой с своими результатами, чтобы возрождать и держать его на высоком уровне всегда. Вот один из твоих соперников, любимых, я бы сказал, соперников. Вы с ним самые яркие схватки показывали. Сейчас ты следил за его схваткой, как в старые добрые времена, да, мне кажется, он проявил себя. Темп в схватке очень хороший был. Все время атаки, защита, атаки. Хорошо вы уложились. Мне понравились схватки. У тебя, наверное, флешбики были. Давид, скажи, пожалуйста, вот помнишь, мы с тобой разговаривали после чемпионата России, где ты стал третьим, и ты сказал, что да, вот сейчас вроде впереди ничего нет, но ты рук не опускаешь и будешь искать шанса. И вот этот шанс тебе Всевышний предоставил вот сейчас по итогу контрольной схватки. Все, сейчас есть шанс. Особенно приятно, наверное, да, вот добиваться. Когда ты... Божьей помощи все получился, да. Скажи, пожалуйста, вот как у тебя обстоят дела с визой? Когда мы разговаривали после Ирыгинского, тогда еще, ну вообще, в принципе, пока еще никто не получил визу. Успел подать? Да, подал, ни у кого еще нет визы, не знаю, честно, как с этим вопросом будет, как его решать. От себя зависящее ты сделал, а дальше уже все, на усмотрение все уже. Да, от меня зависящее я сделал, надеюсь, сейчас Румыния будет позитивно к нам настроена и будет от нас везде, и даст нам раз побороться. Впечатление или воспоминания о Румынии вообще ты был когда-нибудь в этой стране? В Румынии два раза было впечатлением хорошее. Победил? Один раз победил на первенстве Европы по молодежи, и один раз на Европе, да? На мире до 23-х второй стал. А последний результат какой был, победа или поражение? Последний, второй я стал, да, на мире. Ну, значит, хорошая мотивация есть из Румынии вернуться. А это был Бухарест или какое-то такое? Да, Бухаресте, оба раза был Бухаресте. Хорошее впечатление. То есть ты знаком уже с этим городом, знаешь, как там бороться? Знаю, как бороться, если это от города зависит. Даже, по-моему, ты знаешь арену соревнований, потому что она у них одна, сало поливалента называется, поливалент холл. И там проводятся соревнования. Да, оба раза были на одной и той же арене, сейчас тоже, наверное, будут там. Главное нам добраться туда, чтобы нас туда впустили. Давид, осталось до чемпионата Европы, до старта, уже меньше 10 дней. Или 10, да? Что-то в этом роде, да, увольников. И вот за это время можно еще что-то подтянуть? И над чем ты будешь работать, чтобы уже предстать тем самым Давидом Баевым, которого мы поздравляли с победой на чемпионате мира в Нур-Султане? Ну, я думаю, сильнее сейчас уже не станешь. Перед смертью не надрешься, как мой тренер говорит. Но сейчас единственное, что можно, это, я думаю, в форму войти и на пике. Подвести себя грамотно, чтобы было желание, свежесть и физические кондиции, чтобы были именно на пике. На новый пик уже не выйдешь, но на свой пик к нему можно подвести себя, я думаю, если правильно подойти. Я знаю, что ты любишь мотивирующие фильмы и цитаты. Вот ты мне говорил как-то после игры в рестбол, процитировал изречение Майкла Джордана, по-моему, после какого-то из поражений, да, его. А вот ты мог бы сейчас это сказать и актуально ли оно в преддверии поездки в Румынию? Посмотрим. Если честно, оно, надеюсь, будет актуально после соревнований. Как там было? В конце заканчивалось, что он победил. Что он много раз проигрывал или промахивался? В итоге победил, да. Приуспел, так сказать. С божьей помощью все получится и оно будет уместно. Продолжение следует...